22 октября 2024 год по поводу того что пишут мне россияне у нас растет ввп там на четыре процента в год чего переживайте за ваши деньги не шестой десяток я в советском союзе знаю как это когда растет ввп а потом пока бах и советский союз летит чертям собачьим в пропасть просто развалится на кусочки ввп имеет такое свойство понимаешь закопал яму откопал ям и ты удвоил ввп у тебя ничего не поменялось стране то есть ты жирнее от этого не стал вкуснее есть не стал там больше денег от этого не получила твоя семья никаких денег неправильно раз может больше получил у тебя нет никаких материальных ценностей благодаря тому что выкопал закопал ям прекрасно не идут еще у вас первое откапывать я во второй закапывает это нет это третье закапываю 2 должен был дерево садить ну то есть как бы а ввп идет зарплата идет так что ребятки не надо мне то есть россияне хотели блин на 2025 год за в бюджет на министерство обороны на армию на уничтожение украинцев потратить 5 триллионов рублей вместо этого им пришлось заложить на двадцать пятый год из мира хотели победить уже в четвертом году в этом да украинца вместо этого на следующий год они 13 триллионов бахивают тоже уничтожать украинца то есть на 5 триллионов то есть до 5 триллионов больше они собираются тратить денег чем они рассчитывали понимаете чем это обернется там для бюджета я не говорю что то мне не сравнил украину украина какая была ни была нищая там никакая какая угодно мы отбиваемся от там второй армии мире от не от самой последней экономики мира действительно тоже самая большая страна мира но государства мира да тем не менее по моему сейчас уже корейцев зазывают к себе корейцев господи блин это просто не знаю блин вот этих полу хоббитов блин вот игрочные понимаешь северокорейцы я имею ввиду они же 70 лет недокорблены голодухи живут да то есть примерно то же самое что нас ждет если мы там окажемся опять под россией голодоморы да были же у нас голодоморы не помните такого 1 2 блин был в харькове у меня нету там могил детей умерших от голода 33 года без всякой войны блин без всякой оккупации немцев без всякой оккупации сталинграда окружение блокады сталинграда просто мертвые дети умершие от голода в замечательном советском союзе в 33 году возле барабашова эти могилки до сих пор есть посмотрите да так вот ввп там и все остальное блин можете нарисовать себя особенно как путин это любит считать по паритету покупательной способности он может паритет покупательной способности народ это знаете что такое то есть как бы ты в африке купил 1 1 1 бобовое зернышко там какое-то значит у тебя есть что поесть да а я там купил блин я не знаю стейк блин нафиг в харькове то есть и у меня тоже есть что поесть да я на это потратил там не знаю 100 долларов этот африканец один цент значит он живет лучше ему даже еда дешевле обходится он получается живет лучше меня понятно вот это паритет покупательной способности как сказал когда-то замечательно андрей мовчан один рябчик один конь по принципу сравнения то есть ну то есть как бы понятно да так что вы можете там быть по паритету покупательной способности хоть кем блин хоть там я понял в японию же обогнали по-моему хорошо хоть не по продолжительности жизни а то бы это пляшивые гномы чтоб дожил до сотни лет в общем не переживайте блин россия в следующем году экономически так если уже на то есть она уже не может она по три миллиона платят этих деревянных рублей белгородцам чтобы они шли пытались туда у нас тут убить в украине украинцев то есть как бы эти деньги просто скоро превратятся в купоны которые были там понимаете которые там миллионами миллиардами их печатали раздавали там а потом можно было ими обои клеить их вместо обои на перематиться буду украина